Около час назад в Турции завершился саммит G20, главной темой которого стало противостояние к глобальным угрозам. Для мировых лидеров сейчас нет более актуальной проблемы, чем терроризм. Итогом двухдневных переговоров стало подписание нескольких соглашений, в том числе специального Каменюке по борьбе с терроризмом. Из Анталии, где проходил саммит, на прямую связь выходит наш политический обозреватель Виталий Воронин. Виталий, здравствуйте. О чем договорились лидеры Большой Двадцатки? Лидеры Большой Двадцатки договорились о том, что им прежде всего необходимо действовать вместе. Как вы правильно заметили, было подписано несколько документов. Один по экономическим вопросам, второй отдельный Каменюке по борьбе с терроризмом. Так вот, коллеги, я хочу вам сказать, что это исторический момент. Ранее никогда несколько документов не принималось, тем более по такой разноплановой тематике. Ведь G20 это в принципе собрание для решения экономических проблем. А здесь действительно проблема борьбы с терроризмом вышла на первый план. Но как вы можете предположить, в документе, который был согласован с 19 странами и с Евросоюзом, где учитывается столь много позиций, конечно, не может содержаться никакой конкретики. Там только общие фразы, которые говорят о том, что странам мира необходимо объединиться для борьбы с этим злом. А вот подробности соглашения уже рассказывали главы национальных делегаций, глава Турции рассказал. Сейчас идет пресс-конференция Барака Обамы. А мы были на пресс-конференции Владимира Путина, которая завершилась буквально 30 минут назад. Так вот, главное, что сказал российский президент, это то, что страны мира выступают действительно единым фронтом. И они поддерживают тот процесс, который сейчас налажен в Вене. Там, напомню, министр иностранных дел разных государств согласовывает свои позиции. И первая цель для вот этого всемирного объединения в борьбе с терроризмом – это определить, с какими террористами прежде всего следует бороться. Сейчас министры иностранных дел работают над этим. Кого все-таки мы считаем, какие группировки мы считаем террористическими организациями, а какие можно отнести к вооруженной, но все-таки здоровой части сирийской оппозиции. И сконцентрировать наши усилия в борьбе именно с террористическими организациями. С тем, чтобы создать условия для политического урегулирования сирийского кризиса. Параллельно с этим главы государств договорились о том, что необходимо бороться с финансированием терроризма. В том числе с финансированием исламского государства. Оно получает деньги прежде всего от торговли ценностями из захваченных городов, а также от торговли нефтью. Причем нефтью-то торгуют исламисты прежде всего с теми государствами, которые им соседи. Я даже продемонстрировал нашим коллегам наши снимки из космоса и из самолетов, на которых ясно показано и видно, какие масштабы приобретает эта незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами. Колонны на автомашин заправщиков растянуты на десятки километров, так что с высоты 4-5 тысяч метров они уходят за горизонт. Ну и также главы государств согласились с тем, что ключ к решению проблемы беженцев в Европе, ключ к решению проблемы борьбы с мировым терроризмом, это прежде всего решение сирийского вопроса. Так вот главы G20 согласились с тем, что в решении будущего Сирии должны участвовать все конфликтующие, естественно кроме террористов, стороны в Сирии, я имею ввиду и представители власти, и представители оппозиции. Более того, российский президент сегодня рассказал такую информацию, что наши войска, которые сейчас в Латакии располагаются, вышли на контакты с представителями умеренной оппозиции. Те не только сообщают им данные, где располагаются боевики исламского государства, но также выступили с предложением, что если Россия с воздуха поддержит наступление вот этих умеренных оппозиционеров, то те в свою очередь повернут штыки против исламского государства и перестанут сражаться с Асадом. Вот эта часть вооружённой оппозиции считает возможным начать активные боевые действия против террористических организаций, прежде всего против ИГИЛ, в случае нашей поддержки с воздуха. И мы готовы оказать им эту поддержку. Если это произойдёт, то это значит, что армия президента Асада с одной стороны и вооружённая оппозиция с другой борются с общим врагом. Мне представляется, что это может стать хорошей базой, хорошей основой для последующей работы и на площадке политического урегулирования. Но, конечно, не только темы безопасности, но и экономические темы обсуждались здесь. В частности, что, прежде всего, близко к России, это с проекта турецкого потока подтвердили и России, и Турции, что такой газопровод необходимо строить. Сейчас в Анкаре формируется новое правительство, и после его формирования уже будут обсуждать окончательный вариант соглашения. А также здесь обсуждался вариант, как Украина должна всё-таки заплатить свой долг России. Вы знаете, что до 3 миллиардов долларов Киев должен выплатить России до 15 декабря. Если этого не сделает, будет дефолт. И сейчас Киев в обход всех договорённостей пытается выбить дополнительных денег у МВФ. Россия, в свою очередь, выступила с ответным предложением. Россия готова реструктурировать долг Украины и даже не ждать в этом году до конца декабря денег от них распределить долг на 3 года. Но только в том случае, если поручителями по долгу Украины будут США или Евросоюз. С министром финансов Украины мы пока не планировали встречу. Мы считаем, что после последних наших предложений такая встреча может состояться, если наши коллеги сочтут возможную реализацию наших новаций. Виталий Воронин